Всем привет! Сегодня я приехала покопать в огородике. Пригласили меня. Приехала сегодня даже не на своей машине. Вот машина хозяев. Поехали, говорит, с нами. Мы будем копать картошку, а ты с прибором походишь. Потому что вчера, говорит, копаем, нашли две монетки. Попробуем. Так, вот они копают картошку. Освободилось немного земли, где можно походить. Здесь, думаю, будет результат. Потому что здесь находки были всегда. Каждый год перепахивают. И каждый год находим здесь крестики, монеты, значки были разные. В общем, место интересное. Деревня здесь старинная. Поэтому приятно ходить. Тем более по вспаханной земле. Попробуем покопать. Вот мой приборчик стоит. Собрала уже. Сейчас настроим. И пойдем с вами искать золото и серебро. Как всегда. Так, все, готово. Приступаем к поиску. Только отошла от машины. И очень хороший сигнал. Медь, друзья, это медь. 70. 78. Посмотрим. Неужели сразу монета. Как я не люблю, когда глубокие сигналы. Смотрите, я уже так все раскопала здесь. А сигнал все идет и идет. Где-то там. Где-то там все в глубине. Надоело уже копать. Ну, вроде бы уже близко. Посмотрим. Ну, вообще, такая уже глубина. Так, ну-ка проверим. Ну, где-то рядом. Кюрпичи посыпались. Кюрпичики. Дома стояли. Поскольку где-то здесь еще глиняные выкапывались. Да, вот он. Видите, наш сигнал. 79 сейчас. Хоть бы. Неужели. Неужели. Медная монета. Ух ты, точно, друзья. Представляете? Точно монета. Ух ты. Сложно в это поверить. Но монета. Сразу. Сходу, как говорится. Сходу, слет. Вот я отошла. Смотрите. Вот машина. Отошла. Буквально несколько шагов. Хотела идти вот сюда. На эту полосу походить вот здесь. Надо же, вот так вот в глубине. Монета такая классная. Ух ты. Смотрите, какая хорошая монетка. Сразу медь. Как я люблю сюда ездить. Когда меня зовут, я всегда езжу. Никогда не отказываюсь. Такие места не хочется выпускать. Класс. Сейчас я почищу и посмотрим. Сохран, мне кажется, очень хороший. И земля здесь вообще классная. Такая получилась прелесть. Очень классная монета. Николаевская монета. Это 1916 года. Вот это да. Здорово. Ну, а здесь немножечко, видите, чуть похуже. Плугом повредили. Каждый год огород пашет. Поэтому маленечко пострадала монета. Но ничего. Зато вот с этой стороны вообще очень красивая, классная монета. Да, вот видите, сегодня день прогулки с МД. Начинаю с меди. Это уже хороший признак, что будет день удачный. Кто чем занят. Кто монеты ищет, а кто картошку копает. У каждого своя работа. Рядом еще такой хороший сигнал был. Думала уже тоже монета. Это оказалась камина. Красивенькая. Погнутая немножечко. Но красивая все равно. Сигнальчики идут, друзья. Вообще вот я копаю все. Здесь монетку нашла. Буквально шаг. Видите, находочки. Хорошие. Находка за находкой, друзья. Конечно, не монета. Но опять медное колечко попалось. Зеленое. С многовековой патиной зеленой. Довольно-таки симпатичная. Древность все идет. Те далекие времена. Поднимаю. Из земли. Кольцо было. Ах, колечко. Было целое раньше колечко. Это тоже, наверное, плугом повредили. Ну, ладно. Хорошие находки все равно. Не пробки. Рядышком еще один сигнал. Или я его не докопала. Это что за колечко? Неужели это колечко было? Смотрите, какая-то штучка. Это она так гудела? Был какой-то тоненький женский, наверное, ремешок или что. Тоненький какой-то был поясочек или ремешок. Сейчас мы много чего накопаем, наверное. Места здесь интересные. Перепашут сразу куча монет. Деревня долго здесь существовала, поэтому монет здесь достаточно много. Паясь на одном месте. Рядом был еще сигнал. Не знаю. Выкопала. Здесь где-то пикает. Видите? Стекушки посыпались. А, это не стекушка. Это у нас осколочек от пластинки. Где-то керамика здесь лежала. Видите? Керамика блестящая. Но это уже керамика не такая старая советского времени. Так, сейчас поищем. А, сигнал был неплохой. 59-58. Что здесь может быть? Пробки, конечно, здесь хорошо тоже гудят. И очень много здесь их. Что-то блеснуло. Ух ты. А блеснуло у нас... Блеснуло золото советское. Это у нас 5 копеек. Все монеты рядом. Ищите, друзья, где стояли дома. Там всегда много монет. Потому что монеты всегда проваливались под пол. Какой год? А год у нас 1946 год. 5 копеек. Так вот. Хороший сохран. Пускай даже немножко окислы на монетке. Ничего страшного. А здесь вообще замечательно. Как новенькая. Со всех сторон играет музыка. Говорю не так громко, потому что кругом соседи. В пятницу все уже наехали на свои участки. Иду по рядкам, где была посажена картошка. И где-то видит сигнал у нас. Сигнал 82, как будто медный. Сейчас и раз. И еще одну. Как откопаем с вами монету. Так, что здесь у нас? Ну, что она засигналила? Засигналила здорово. Друзья, это монета. Это монетка. Это монета. Классно. Какая она зелененькая, красивая. Все монеты зеленые. Кольцо зеленое. И три копейки тоже зеленые. Красивые. Хочу еще прогуляться рядышком полянка, где нет травы. Надо будет еще дотуда дойти походить. Трава почему-то там не наросла. Ох, какой хороший троечок. Классно. Сейчас мы его маленько почистим. Видите, какие-то здесь земля хорошая, пушистая. Монетки в хорошем сохране. Три копейки 1924 года. Звучало очень хорошо. Конечно, такие сигналы никак не пройдешь. А здесь вообще класс. Такие рельефы. С СССР. Пролетарий всех стран. Соединяйтесь. Сколько монет люди раньше теряли. Я все удивляюсь. Езжу сюда уже сколько. Перепашь снова монетки поднимается. Это я сколько нашла еще хозяева. Сколько и глазами, и прибор тоже они купили. Только пока у них времени нет походить. Здесь картошку, говорит, выкопаем, потом будем монеты искать. Всегда времени у людей не хватает. У кого? Большое хозяйство живут в деревне. Ну, нормально. Хорошая монета. Место, конечно, очень перспективное. Большие всегда надежды. Потому что здесь был центр деревни, и школа где-то, и магазин, и медпункт. И так дома стояли. Все это перепахивалось, растаскивалось. Все находочки, все монетки, украшения, и все на свете. Все растаскивалось плугом туда-сюда. В общем, еще, я думаю, не один раз сюда можно приехать. Можно каждый год после каждой вспашки сюда приезжать. И находки будут. Столько лет люди прожили. Несколько сотен лет. Каждый год все равно кто-то что-то терял. Похоже на пробку, а может и не пробка. На всякий случай вместе с вами выкопаем 41-42. Возможно, пробка. А может быть, нет. Если пробка, то я это все уберу. А если нет, то вы это увидите. Ух ты, это что такое? Это что такое? Что это такое? Золотое кольцо, друзья. Интересно. Кольцо. Маленько протрем. Ух ты, заблестело. Это, друзья, у нас обручалка. Типа золотая. Из советской монетки. Эх, жалко. Я уже сначала обрадовалась, что это золото. Нет. Высечено из монеты. Жалко, не из золотой. Пятачок был, скорее всего, кольцо большое. Из пятикопеечной монеты. Обручальное колечко. Как же люди бедно жили. Даже в советское время не могли себе позволить обручальное золотое кольцо. Приходилось, как и в царские времена, делать из монет. Я понимаю еще в те далекие времена, в царские, что у людей денег не было. Бедняки одни были. Делали из монеток. И в советское время тоже пытались сделать кольца из монет. Женское колечко. Обручалочка. Золотая. Советская. Если вы не знаете, где купить металлоискатель и дополнительное оборудование, рекомендую магазин у деда Мити. Там широкий ассортимент металлоискателей и различных аксессуаров. В магазине действует система трейд-ин. Вы сможете обменять свой металлоискатель на новый. Назовите промокод в поисках клада с Дашей, и вы получите скидку или отличный бонус при покупке МД. Ссылка на магазин будет в описании под видео. Ещё один сигнал. Ну, ничего такое. 52, 45, 52, 45, 46. Посмотрим. Машина здесь проехала. Колесико. Так, осталось. Вот такие осколочки. Чёрненькие. Это уже у нас древность. Это уже не советского периода. Такие чёрные осколки. Так, ладно, посмотрим, что здесь у нас. Сначала вроде бы хороший был звук. Сейчас как-то поменялся. Или пробка была рядышком. Так, ну и что здесь у нас? Ух ты. Блин, какая-то липучая трава. Прилипает перчаткам. Кругляшок. Непонятный. Даже я его чистить не буду пытаться, потому что всё он уже... Потому что он в земле уже весь сгнил. Не знаю, что это монета. Но, скорее всего, советская монетка. Печаль. Но, что поделать, не повезло монете. Давно я не находила кованых гвоздей. Нашёлся гвоздик. Сломанный. Древность. Не будем здесь на поле оставлять. Это может ещё и колесо повредить трактора. Сигнал хороший вообще. Если посмотреть на годограф 80, даже прямая линия. Возможно, что-то хорошее найдём сейчас. Не так много высоких здесь сигналов. Ой, какой хороший сигнал. Ой, какой хороший сигнал. 78. Какой хороший сигнал. Да, это монета, друзья. Какая-то монета и монета не советского периода. Это у нас медь. Это у нас медь. Медь, медь, медь. Как классно. Орёл виднеется. Красота. Это у нас, оказывается, одна копеечка. Долго чистить не пришлось. После дождей земля влажная 1818 года. Это у нас Александр I. Очень интересно. В те далёкие времена тоже жили здесь люди когда-то. Жили, работали. Да, садили картошку. Копали, как сегодня. Хозяева копают. Хожу очень тихо, чтобы ничего не пропустить. Сигнал у меня сейчас похоже, как на поздний совет. Чуть-чуть буквально цепляет прибор. Слабенький очень сигнал. Вот и картошку выкопали ещё. Сейчас картошки накопаем вместе с монетами. Молочёвка осталась. Ну вот. Изменился сигнал у нас. Сейчас уже как будто как пробка. А чё он так у нас сигналил? Совсем плохо. Наверное... Ух ты, это что? Это что такое? Это кресик, друзья. Вот вам и поздний совет. Даже бы не подумала, что звучало так. Эти крестики, наверное, на ребре звучат очень плохо. Надо его чистить. Видите? Сохран, конечно. Желает лучшего. Что там, может быть, и увидим. Так, тут целенькие ушко, всё. Лепесточек. Осенний листочек. Да, друзья, конечно, сохранник, как ущи, крестика. Немножко. Вот сейчас я помыла. Молитвы видно с одной стороны, а с другой стороны уже всё в окислах. Что-то этому крестику не хватило в земле. Весь залип. Ну, удобряли раньше землю. Может, навоз рядом был или как. Крестик подпортился. Ну, ладно. Что поделать? Всё равно находка. Всё равно приятная находка. Главное, что-нибудь находить. Да, как хорошо сегодня. Тихо, спокойно. Светит солнце. Замечательно. Надо было давно мне уже напроситься сюда. Даже не знала, что они сюда ездят, копают картошку. Было настроение плохое. Не до этого мне. Но вот вчера позвонила. Они сказали, что да, мы ездим, копаем картошку. Давай тебя с собой возьмём. Я не отказалась. Думаю, поеду, развеюсь немножко. Я не люблю, когда за мной наблюдают. Люди как будто не лели. Так, это проволока у нас. Едут и смотрят. Как будто первый раз увидели человека с прибором. Ну, хожу потихонечку. Рядом купаешь, и проволока. Сейчас тут хороший сигнал у меня. Рядышко. Что это за осколочек такой? Красивенький. Убитая посуда. Покрыта лаком. Но это уже тоненькая, лакированная. Тоже советского периода. Так, ладно. Давайте копать. И смотреть, что там. Хорошая земелька. Так, а что у нас здесь? Что у нас здесь? Земелька как пух. Хоть спокойно покопать. Не надрывая спиной. Ух ты, ух ты. Что это у нас? Это у нас 3 копейки. 1937 год. Дочистить не буду. Сухарики. Видно год и что монетка неплохая. Нормально. Идут находки. Будем сюда ездить еще дня 3. Посмотрим. Может быть с ними и буду ездить. Если будут приглашать. Они будут копать картошку. А я буду искать монеты. Пока есть возможность. Что, говорит, нашла. Я говорю, потом все покажу. То, что нашла, все вам покажу. Обязательно. Все интересно. Что там, что там. Вот. Говорю, монету опять нашла. Нашлась еще одна страшненькая монетка. Горелая. Черная вся. Как бы я ее не чистила, бесполезно. Вся сгорела. Горелый негритенок. 3 копейки советчиков. Было. Был хороший вроде бы сигнал. Изменился. Стоит ли выкапывать. Непонятно. Но попытаемся выкопать. Все, а вдруг. Ну, вот видите. И сигнал поменялся. 35. Как будто пробка. Что здесь? Что здесь такое? Ух ты. Это что такое? Колечко, друзья. Представляете? Колечко. По-моему, оно серебряное. Прикольно. Вообще неожиданно. Почему такой был сигнал-то? Я не поняла вообще. Ух ты. Поздравляйте. У меня серебро. А сигнал, почему такой низкий? 36-37. Странно. Монета бьет 61 и выше. Из-за того, что колечко может быть? Не знаю. Похоже, серебро. Ну, все, друзья. Два кольца уже сегодня нашла. Сейчас посмотрим. Я сейчас его почищу. Что это за колечко? Сейчас хозяевам покажу. Скажу у вас тут. Колец полно на участке. Помыла я, друзья, колечко. Тряпочкой протерла. И мне кажется, это серебро. 100%. Мужское, скорее всего, колечко. Большое. Мужское, кто его знает. У кого какие руки были. Сейчас посмотрим. Проба, проба. Мне кажется, это самодельное колечко. Не похоже, что на заводское. Явно не с магазина. Нету проб. Как ни крути. Нет проб. Смотрите, оно как блестит. Блестит. Это серебро. 100% даже. Не надо гадать. Как говорят, к бабушке не ходи. Это серебро. Так и есть. 100% серебро. Вот это класс. Вообще классно. Сейчас пойду похвастаю. Хозяева будут в шоке, я думаю. Кто бы мог подумать. Ну, все, друзья. Два кольца сегодня нашла. Золотое советское. И серебряное царское колечко. Все, можно в замуж выходить. Кольца есть, покупать не надо. Вот так. Супер находка у меня. От керосиночки. Деталь. Колесико. Так. Колесико уже практически не крутится. Тоже приятная находка. Это все те далекие времена. Когда люди сидели с лампами. Электричества еще не было. Бабушка мне рассказывала. Даже керосин раньше экономили. Рано ложились спать. Не надо, говорит, керосин заря сжечь. Все спать ложитесь. Потом натирали утром керосинку. Чтоб она ярче светила. Да, были времена, конечно. Как? Сейчас вот сложно представить. Как люди жили без света. С керосиновой лампой. Но жили и были счастливы. А сейчас вроде бы все есть. А счастья нет. Вот так. Сигнал за сигналом. Вообще сигналов очень много. Неметь, конечно, 23. Но тем не менее. Положительный сигнал. Почему бы и не выкопать? Так. Что у нас здесь? А что у нас? Это у нас, да. Это у нас кругляшочек. Монетка была потеряна в сталинские времена. 20 копеечек 1932 года. Куда еще лучше. Приятная монета. Хочется подольше здесь походить. День, конечно, сейчас уже короткий. Надо успевать. Солнышко уже садится. Хочется еще побегать, конечно. Хозяева покопают. Столько им не времени походить здесь. 42 сигнал. Можно ожидать, что угодно. Нехороший сигнал. Наверное, какая-то ерунда. Здесь мы... Ой, да что такое? И картошка. И все на свете. Мелочи не собирают, что ли, они там. Крупную только. Опять делали колечко. Это здесь жили люди, любители колец. Какой-то мастер жил. Делал кольца. Это вообще 20 копеечек. Был вообще как-то на поверхности. Сухая монета. Даже умудрялись из таких делать монет. Кольца. Зачем? Спрашивается. 20 копеек. А рамочник. Кольцо бы было некрасивое. Но кому-то хотелось сделать. И выбросили. А мы сейчас, спустя столько лет, находим. Такая площадь вся заросшая крапивой. Это у нас крапива. Все заросшее. Столько земли. Целое большое поле. И все в крапиве. Дома стояли. Земля хорошая. Поэтому все заросло крапивой. Жалко. Вот бы здесь походить. Мы бы с вами здесь, наверное, ведро монет бы откопали. Но пока вот видите. Все здесь заросло. Стоит бесхозная земля. Пока никому не нужна. Хозяев пока у нее нет. Поэтому так все и стоит заросшее. Так. А у нас очередной сигнал. Сигнал такой хорошенький. 73. Прямо в конце огорода. Классненький сигнальчик. Земелька рассыпается. Что-то выкопали. Буквально на поверхности. Можно сказать, что-то лежало. Так. Посмотрим. Пока ничего не видно. Так. Это что такое? А, деревяшка. Ищите, друзья, вместе со мной. Но я не вижу. Так. А, вот, смотрите. Это что тут у нас? Монетосина. Где-то на поверхности, что ли, она лежала. Ммм, прикольно. Вот уже забор. Забор. Крапива. И монетка. Да. Какой мне сегодня опять удачный коп. Ну, я стараюсь, конечно, ездить в такие места, что без монет не возвращаться. Не люблю так. Ехать, где ничего нет. А здесь уже едешь надежно, все равно. Люди глазами находят. А для прибора это как семечки щелкать. Все найдет. Копеечка. 1908 года. В конце огорода сохран как бы так себе. Весело люди здесь живут. Иногда приедешь, песни поют. На лодках гоняют. А сегодня со всех сторон дискотека. Вторую канину за сегодня нашла. Это вообще малюсенькая канинка. Но все равно лучше, чем пробки копать. Пусть будет канина. Ну, очень низкие. 12-14. Может, ничего и хорошего нет. Пробуем выкопать. Проволоку поди. По-другому уже засигналила. Хоть бы не проволока. Что, из-за рекопала, что ли? Эх, осколок какой-то. Да. Этого добрать здесь навалом. Как они хорошо звенят. Кусочки. Всяких штучек. Вручную копать, конечно, очень долго. Я наняла трактор. Буквально 10 минут там. Может и меньше даже. И картошку мне выкопали. Отдала 600 рублей. И собрать только самой. И все. Сигнал у нас какой-то здесь еще. Не такой высокий. Но положительный сигнал. Их-то как будто два сигнала. Что это? Что? Это монета. Ой, она на поверхности лежала. Смотрите, какая она засохшая. Выкопаем глубоко. А она где-то была на поверхности. 20 копеечек рамочник 1945 года. Вообще классная монета. Замечательная. Эти монеты хорошо сохраняются. Легко чистятся. Никаких проблем с ними нет. Поверхностный сигнал. Писет один. Пока не выкопаем, не узнаем. Так, что у нас тут? Пока не копало, был сигнал хороший. Что-то выкопало. И сигнал изменился. Ой, это что? Смотрите, супер находка у нас. Может, и дробь какая-то. Или грузила. Охотка? Все равно. Приходится копать. В земле хорошо звенело. Выкопало. Сигнал изменился. По дороге иду. И сигнал. Ну, сигнал какой? 39.43. Еще не смотрела, не искала. Все только с вами. Ох, монета. Монета. Ну да. Сигнал-то такой советский. Да, вот красивые монеты были советского периода. Три копеечки 1954 года. Слегка затертые. А здесь нормально. С хорошим рельефом. Тоже хорошо. Думала, большая монета вот так вот лежала. Думаю, неужели монета. Так, беру. Так, беру. И вот такой облом. Какая-то накладка. И в нее забит гвоздь. Вот так. Вот вам и крупная монета. Попробуй, найди. Сплошной обман. Хорошо бы такую найти здоровенную монету. Мечта, просто мечта. Совсем темно становится. Что-то у нас тут просигналило. Осталось не... А вот. Осталось только найти. Это у нас конинка. В красивой конской упряжи. Почти золотое и настоящее серебряное. Все. Пора замуж уходить. Кольца есть. Осталось жениха найти. Так что вот так. Видите, как бывает. Жалко, что кольцо не золотое. Серебро настоящее, а золото подделка. Советская монетка. Ну вот видите. Удачный сегодня у меня получился выход. Вообще класс. Хозяева, конечно, в шоке. Ничего, говорит, я такое кольцо нашла. Находочки идут. Делится своими находками наш дедушка Хабар. На фоне заката можно сказать до свидания. До следующего четверга. Всем удачи, здоровья, успехов. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok